Последний шлюз Почему последний? Дело в том, что шлюз на реке Припять у деревни Кочановичей единственный в своем роде. Сохранивший и старые механизмы шлюзовой камеры, работающие со времен установки, не без ремонта, конечно, и, что самое главное, сохранивший неповторимый колорит того времени, времени, когда Припять была полноводной, по-настоящему рыбной и важной транспортной артерии, по которой без устали ходили корабли. А еще шлюз Кочановича сохранил звание самого красивого шлюза страны, антураж которого уникален и создан Любовью Адамовной, истинной хозяйкой шлюза, которая многие годы руководила этими простым сооружением. Именно благодаря ее стараниям гидроузел Кочановичи выглядит столь симпатичным и ухоженным. Как долго устоит Кочановичский шлюз перед напором цивилизации, которая укатала большую часть гидроузлов в холодбетонных изваяниях берегов, сказать трудно. Планы на его реконструкцию уже существуют. Именно по этой причине и появился ролик о последнем шлюзе страны, сохранившем, помимо предназначения, исторический облик. Построен шлюз Кочановича в период с 1952 по 1956 года, а называется гидроузлом номер 11 Кочановича. Река в нем разделена на два рукава. В правом ответвлении устанавливается плотина, с помощью которой регулируется уровень реки выше по течению. Зимой и в период половодия плотина полностью укладывается на дно, что обеспечивает свободный ход воды и миграцию рыбы. Интересно, что плотина по сей день собирается и разбирается практически вручную. В это трудно поверить, но это факт. Левый рукав гидроузла является прямолинейным продолжением русла и служит для пропуска кораблей посредством шлюзовой камеры. Принцип работы шлюзовой камеры весьма прост. При необходимости пропуска корабля, идущего по ходу течения со стороны Пинска, камера при закрытых впускных воротах заполняется водой через перепускной клапан до уровня реки выше по течению. Когда уровни сравниваются, открываются впускные ворота и корабль заходит в камеру. Ворота закрываются, и вода из камеры постепенно выпускается через нижний пропускной клапан, установленный в нижних вратах, пока уровень в камере не сравняется с речным уровнем шлюза. При открытии нижних ворот создается впечатление, что это врата в другой мир. Перед глазами предстает совершенно иная Припять. Припять, кардинально отличающаяся от сплошь канализированного участка, тянущегося от самого Пинска. Правда, сегодня речь не столько о Припяти, сколько о ее двух последних шлюзах. Хозяйка шлюза сегодня на пенсии, тем не менее она провела душевную эскурсию по своим владениям, на которую и вас приглашаем. Любовь Анатольевна, здравствуйте, сто лет вас видит. Хозяйка шлюза. Говорят, ну как, ой, ну и таки что. Хозяйка как была, таки останется. Но самый красивый шлюз в Беларуси, правильно? Ну, посмотрите, у меня-то еще и чветочки росли, а мужчины не хотят. Да я помню в то время, и краска, конечно, и краска, это все ваше будущее вы сделали, покрасили, да? Да, это премьер покрасили, это правда беседку выкрасили уже второй раз, мне не нравится. Темные тона, я не люблю темные тона, я люблю светлое, яркое. А сколько ему еще жить, этому шлюзу, именно в этом вот виде? В этом виде ему еще пока долго жить. Что-то бывает хорошее, когда этот шлюз устоит. А сколько ему лет? В 1953 году ввели в эксплуатацию, в 1953, я еще не родилась. И можете представить, какое судоходство тогда было? Вот я родилась здесь, при деревне, значит, судоходство было такое, что в очередь стояли суда отсюда, и в очередь оттуда стояли суда. И поскольку? Может, по пять судов стояло. Ух ты. Пропускали, значит, пассажирский по времени, ходил со Стахова, Мозырская ракета ходила, ой, какой транспорт был, слушайте, в коммунизме жили, не оценили этого. Пропускали сюда, которые горючее везут, потом уже в порядке очереди, кто первый подошел. А сколько шлюзуваний было в день, вот так, в самом много? Само много? При мне-то уже немного шлюзований, уже по месяцу считаем, при мне уже было там 120-130 шлюзований. Да, в день, может, шлюзований 30 было. А когда вы приступили к руководству этого шлюза? В тысячу на первого, 7 марта. А в каком он виде был до вас? Ну, как бы сказать. В Сереньков, наверное. Все так же было, ну, вроде бы так и надо, чтобы было, но все перестраивали. Подходные опалы перестраивали, эстакады перестраивали. Вот это все, вот этого всего тоже не было. Тут такие были обыкновенные сараи, деревенские такие, сдащатые. А я говорю на киевце, говорю, ну, мне так не нравится. Ну, я хочу типа домиков сделать. И сделать под крышу, вот эти мне китайские очень крыши нравятся. Конечно, мы не китайцы, мы не умеем так делать. Но мы что-то подобное пытались сделать. Это мы сами все это переделывали. Баба Яга тоже здесь живет? Бабу Ягу тоже сами сделали. Это была не Баба Яга, это было задумано по сказке Пушкина. Кот. Лукоморье дуб зеленый, золотая цыпь надубитал. Это было так задумано. Там он, этот якорь переделывали сто раз. Но это уже последний раз я переделывала, вот так и сделала. Я расскажу вам, как мы держим уровень. У нас 4,22, по-моему, этот проектный уровень. Мы его и держим. Но и регулируем этот уровень плотиной. Видели, щиты такие лежат, вот деревянные. Вот этими щитами мы регулируем. Если у нас больше, чем 4,22, мы вынимаем. Если мало, мы забиваем. И вот этими щитами мы регулируем. Но были у нас годы, вот это тоже казус. Был у нас год, который воды не было. Я возле плотины вот так ходила. Да, ниже коленки ходила. А это сколько лет? Полностью проплотила. Ну это лет 5 тому назад, нет? Больше? Ну, уже больше. Плотина на зиму ложится. Именно, это щиты ложатся, да? Убирают, значит, убирают все щиты. И потихоньку она одна за одной, как карты вот таковые, как доминоид, ложится там на цепях. А весной уже поднимается одна за одной. Это каркас получается ложится, да? Без щитов, естественно. Да, конечно. А щиты как бы? А щиты сносим и все стягиваем. Каким-то механизмом же они поднимаются, да, щиты? Да, нет, вручную. Есть механизм, он называется пионер. Не, есть механизм. Ну, тут был этот механизм, до меня как. Но те старые начальники отдали на какой-то другой щит. А у нас все, так и есть. С Украины вообще ходили здесь раньше? Ну, да, руду же возили. Руду возили. Ребята все возили. Начиналось после войны, поднимались эти заводы. Это все, все контейнера, оборудование. Это самый дешевый вид транспорта был. Смотрим, я проделаю. Можно вопрос? Вот колесо стоит металлическое. Это раньше было ручное, да? Это колесо раньше было ручное. А теперь в случае того, если электроэнергию отключат, а нам надо пропустить. И вот мы ставим колесо и вручную, и вручную проделываем вот это все, что мы электричеством делаем. То есть это не старая бутафория? Нет, нет, она и будет, и, и, здравствуйте. Она будет, и сколько будет шлюз? При мне вот было два наводнения. Волоси залито было, да? При мне то нет, по ворота еще были. А вот в 99-м до меня было наводнение, то и по воротам вода была. Теперь уже пресса, это все. И наводнение, наводнение. Нас деревенские не волновало так сильно это наводнение. И вот это смывало все. Потом раз, чистенько, красиво. И шлюз был. И наводнение каждый год было. Спасибо вам, Любовь Ивановна, спасибо вам за шлюз. Самый красивый в Белоруссии. Спасибо. Старалась, старалась, при мне все это переделывалось. Мне такое было желание, но я вам не могу рассказать. Потому что я, наверное, что отсюда родом, или кто его знает. Потому что женщина, потому что хозяйка шлюза. Стаховский шлюз. Крайний шлюз на Припяти. Крайне мере на сегодняшний момент. 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 Ну вот он, щит. Оставляется он руками в ферму. А это их обновляют. 12-ти болтовка. А вообще это Стаховский шлюз. В этом году очень высокая вода. Майя. Можно сказать, уже в начале июня. В первых числах. В первых числах. Добрый день. Это только-только ставили, подняли ее, да? Плотину, нет? Или почему-то давно подняли? Плотину подняли. С неделю назад. С неделю назад, да? Да. А сейчас отмежение, наверное, метра три плюс, да? Не понял. Ну, глубина метра три больше. Больше. Больше, да? Четыре метра. Четыре метра, да? Ну, в этом году воды дало, да. Да, это четыре с половиной. А как эти деревянные называются? Щиты просто, да, Стаховский шлюз? Щиты буле. Щиты буле. Ферми паре. А вообще то, что плотина ложится, это имеется в виду фермы, да? Вот эти железные щиты вытаскиваются, и она ложится. Да. А сейчас перепад воды практически никакой, сантиметров сорок максимум. Так оно выглядит. Три-четыре метра выше вода, в межень придем. Здесь будет огромное количество песчаных пляжей. Снимаем эту ферму, вытаскиваем, но чтобы не было биения водолаза, иначе снесли. То есть вот это защита водолаза, да? А расшплинтовывать это что значит? Это там в воде. Ну, если вы хотите, я могу вам показать. А покажите, если нужно, конечно. Не, ну, только не по водой. Есть напорная сторона, есть верхняя объекта, есть нужная объекта. Вот это там нужная объекта, вот это верхняя объекта. Вот то входит в порог, там где-то на порог, а это вниз, подшипно. Не губы на все. Понятно. Вот тут работает водолаз. Видеокадры этого ролика сделаны в последних числах мая командировки по Верхней Припяти и являются частью большой экспедиции, актуальность которой обусловлена тем, что закончились печатные версии рыболовно-туристического описания этой замечательной реки. И было принято решение представить Припять в очень подробном туристическом путеводителе, которое выйдет в свет в будущем году. А пока заказывайте электронные версии описания всей Припяти. Ссылка на адрес в описании. К слову, значимых изменений в Пинском и Лунинецком районах на Припяти не обнаружилось. Так, небольшие мелочи, не влияющие на выбор мест для отдыха, рыбалки, пикников, сплавов и уединения, широко представлены в журнале «Рыболов практик» номер 65. Заказывайте туристические путеводители по озерам и рекам Беларуси на сайте рыболов.бел. Ссылка на электронный адрес редакции в описании. На сегодня все. До встречи на озерах и реках. Редактор субтитров А.Семкин